Вопрос от Дениса Невидимого Вопрос от Максима Гусева Чем чревато ловлю рыбы? Будет ли за нее кармическое наказание? Когда можно ловить рыбу и какую? Но если у нас другого выхода нет, чтобы выжить, тогда допустимо и рыбалка и охота. Если у нас есть возможность питаться без убойной диеты, то лучше этого не совершать Вопрос от Сергея Некстли Расскажите, что означает слово Самара? Ну, каждое слово имеет до 50 значений Какое там нравится, то можно использовать Будет работать Вопрос от Андрея Скомарохова Ведогорд Здравия Поведай, что слышал про общину Беловодья и про знахаря Светобора Вроде бы ребята адекватные и здравомыслящие К сожалению, я не знаком, ничего не могу сказать Вопрос от Язева Есть мысль снять научно-популярный фильм о поведении человека на природе У меня есть друг, который снимает и монтирует видео про всякие путешествия Он использует психологию индейцев и практикует это в походах Также ведет группу ВКонтакте по выживанию в эстремальных ситуациях Думаю, у наших предков есть опыт побогаче Вот это и хотелось бы перенять и вообще ближе освоить законы природы Если можно, мы бы прискакали на Кавказ и сделали хорошее дело То есть снять фильм Ну дело хорошее, если есть возможность людям помочь жить на природе, то конечно дело хорошее Еще один вопрос от Язева Да, и про рыбалку тут задаю вопрос, тоже заботит Раньше я считал сеть браконьерским орудием, а теперь думаю, на крючке рыбы больше страдает Ведь смысл любительского лова не в обеспечении продовольствием, а в удовольствии потаскать ее А это получается садизм Совершенно верно, то есть если человек погибает от голода и ему нужны продукты питания И кроме рыбы нечего добыть, ну например там зима А чем питаться? Ну только с помощью рыбалки, охоты можно выжить Более эффективная, значит будет конечно сеть, чем удочка Но если удочка и эффективнее будет, значит удочка Вопрос от Евгения Минца Тот же вопрос насчет банковской системы Что такое кредит с энергетической точки зрения? Что происходит, когда человек привязан на долгие годы и возвращает деньги в банку? Прошу разъяснить, заранее благодарю Мне отец еще с детства объяснил эту систему, когда мужик Думает, нужно хозяйство поднимать А где деньги брать? У кого деньги есть? Ну только вот к ростовщику идти Он приходит, говорит Займи мне 100 рублей Он говорит, ну деньги большие Вернешь ты мне там, не вернешь там Неизвестно, но могу дать только под проценты Значит через год 200 рублей отдашь Подумал, ну что делать, приходится там Ну, говорит, хорошо Говорит, ну нужен залог же какой-то Вот смотри, вот у тебя топор за поясом есть Давай ты топор за залог оставляешь Приносишь мне через год 200 рублей Значит я возвращаю тебе топор Ну как бы, чтоб какой-то залог Ну подумал, подумал, ну вроде бы как бы справедливо там Ну отдает топор Значит берет 100 рублей Значит на улицу выходит И думает, через год 200 рублей отдавать Большие деньги там Сумели сразу отдать? Не сумею там Думает, а что если полдолга сразу вернуть? Возвращайся Говорит, знаешь, вот не могу Трудно будет сразу 200 рублей Давай я тебе 100 рублей А дам как бы половины долга там Значит остальное через год Без проблем Забирает 100 рублей назад Мужик выходит на улицу, идет Думает, что это было? Говорит, денег как не было, так и нет И топора нет, еще и 100 рублей должен Вопрос от Антона Питерсона Каждая мельчайшая частица нашего тела Камня, дерева Является своеобразной солнечной системой Ириной и солнцем Окруженным землями На которых живут и развиваются Миллиарды мыслящих существ Иногда по своему умственному И нравственному развитию Нас, людей, превосходящих Славяно-рийские веды, книга света Можно услышать в комментариях Дагора на этот счет Но живатмыш кругом присутствует А это такие же я, как и мы У них просто своя жизнь, свои уроки проходят Вопрос от Вайстони Будьте добры, подкиньте максимально конкретную информацию о внешности Русые волосы и трехцветная борода Перетекающая из светло-русого в рыжий А потом в темно-русый Окружающие часто думают, что я ее крашу И что можно сказать по имени, фамилии и отчеству Горячий Антон Валерьевич Также интересно было бы узнать о родимом пятне Слышал, что оно может говорить о прошлой жизни Насколько это достоверно? Если же нет, то поведайте Доброго здравия Ну, во-первых, мы сейчас все перекрестили Сдорицы, Хорицы, Светорусы, Рассены Поэтому вот как бы Разноцветные волосы могут быть Разноцветные глаза И меняться оттенки могут быть А чтобы по родимым пятнам Это целая наука Как хиромантия по кожному узору Так и наука, которая по родинкам Где, на каком энергетическом канале То есть на какой части тела Находится какой величины, какого цвета Это целая наука Вопрос от Валеры Кантыбы У меня вопрос Все встречают людей, которые похожи друг на друга Как две капли воды И внешне внутренне Повадками, поведением, взглядами на жизнь Так вот, правильно ли я понимаю Что это одна и та же сущность Только в разных параллельных мирах Которую я имею счастье наблюдать В разных телах и жизненных ситуациях Здесь, в своей жизни Нет, если люди очень похожи Часто встречаются Все-таки мир ограничен И бывают совпадения очень часто Но можно встретить и самого себя Действительно на улице Это уже когда параллельный мир Пересекается Это редкое явление Ну бывает такое Но тогда это уже точно Знаешь, что это ты А не похоже Вопрос от Марка Ноксу Всем здравия Подскажите Исходя из видео лекции Относительно помощи ближнего Возможно сделать Следующие выводы Поставь себя на место Конкретного человека И рассуди с позиции здравомыслия Насколько сильно Ты бы желал, чтоб тебе помогли И другой момент Человек просветленный Не единожды задумывается Прежде чем Оказать поддержку Поскольку ему В дальнейшем придется Кармически отвечать За данных людей Собственно Вопрос кроется в том Где эта грань Между бескорыстной Помощью и Некормованием Ведь с одной стороны Неужели человек Доброй души Пройдет мимо злого Помощи погибающего А с другой Таким образом Вмешивается в его Судьбу Благодарю заранее За ответ Не делай другому то Что себе не желаешь И если ты тонешь То ты желаешь Чтобы тебе кто-то помог Поэтому так И соответственно По отношению к другим Нужно поступать Вопрос от Вана Деуса Здравия и успехов всем Мой вопрос Хоть и личный Но очень большой Важности Как для моей семьи Так и для огромного Числа людей Что делать Законченным алкоголиком В семье Неужели нет способа Дабы хоть как-то Успокаивать его Демонов Чтобы не выводил нас И не творил бед Пытаясь питаться Нашей энергией Или все что мы можем Это бросить его Мой отец Пропил все свои мозги Уже давно Слился со всеми Своими демонами Он все понимает Кто он Что делает И что пьет Никакие доводы разума Не подходят До него С одной стороны Пониманием Что единственный способ Ему принести благо Это оставить его Дабы одумался Либо спился до смерти Будем Примного благодарны За подробные ответы Постскриптум В поисках ответа Пересмотрели почти все Видеолекции С Трехлебовым Ну и читал книгу Ну Ведак так говорится Нет неизлечимых болезней Есть неизлечимые люди Если человек Не желает быть здоровым То такого места В монастыре То есть манас Это ум А тырить Это прятать воровать Тот у кого ум Значит Отсутствует Он не может правильно Действовать Значит Ему не место В нормальном обществе Значит его нужно изолировать Вот для этого были созданы монастыри Со своим уставом строгим Другого выхода нет Вопрос от Дмитрия Доброго Здравия добрые люди У меня вопрос Вот скоро день весеннего равнодействия Это точная дата Или в связи со всяческими реформами Календарей Есть какое-то смещение И как его праздновать Вернее что делать надо И какую требу И какому из наших родных богов Предложить Заранее благодарю Но Есть просто астрономические Вещи Которые Не связаны Там С изменениями В политике Там В календарных датах То есть нужно Обратиться именно К астрономическим расчетам И тогда Мы точно Будем знать Это момент Он используется Для того Чтобы во-первых Восстановить Свои внутренние Ритмы С природными ритмами В основном Вот для этого И праздники И обряды Там и ритуалы Проводятся То есть Чтобы жить В резонансе С вибрациями Природы А какими это Способами Достигаются Ну это уже Тактические вещи Вопрос от Антона Суслова Здравия вам Слава богам Вопрос про евреев Скажите Есть ли на свете Хорошие евреи Вопрос волнует Многих моих знакомых Например Глоба Хиневич Тарсунов Евреи Но они активно Продвигают Ведические знания Все ли чисто В их проповеди И чисты ли они сами Ну для меня так Распределило Есть евреи Есть жиды То есть Евреи Это те Которые Понимают Что такое Совесть А жиды Те которых Это понятие Отсутствует Значит Какие то дела С теми Кто совесть имеет Можно иметь Там А у которых Отсутствует Такое понятие Как совесть Ну лучше от них Подальше держаться Вопросы Сергея Евсякова Слово Дело в том Что Может это вопрос Как провокация Перечислены Все эти фамилии И утверждения Что это Евреи А кто сказал Что не еврей А получается Вы отвечаете И как бы Вы согласны С тем Что его Утвержение Истинное Я не знаю Насколько Они евреи Или жиды То есть Не мне это судить Это нужно каждому Разбираться То есть Если есть совесть Значит с этим Человека можно иметь Какой бы он Национальности Не был Даже если Он Демон Живет По совести А у демонов Свой кодекс Чести есть Ну тогда и с ним Можно дело иметь Потому что это левая рука Бога А вот если у него совести нет То он Ни бога свечка Ни черту кочерга Про таких так говорят Вот лучше от таких Подальше держаться А я с демонами С великими разговаривал У них свой кодекс Чести Они очень Корректно Поступаются То есть Они не нарушаются Своих законов С ними Его хорошо Делаем Потому что они четко понимают Для чего они существуют Что в мире Творится И Каково их поле деятельности Каково мое поле деятельности Все четко Разграничено Нужно как ян Так и инь Энергия Нужно и расширение И сжатие Они четко это понимают А те которые Этого не понимают Вот они Как цветок в проруби Болтаются Там Только разрушают Вокруг себя Да Они не на той Не на этой стороне Но больше на той Потому что они Больше разрушители Вот от таких Лучше подальше держать Есть выражение Что по плодам Нужно судить И к этому тоже Ну Я как бы не совсем Согласен с этим Изречение Потому что По плодам Это имеется ввиду По делам Или по детям Там Потому что в одном переводе Плоды это дети А другое дело дела Но можно же делать Злые дела И приносить всем пользу И можно делать Добрые дела И приносить всем вред Поэтому для меня Важная Какая мотивация То есть что заставило Человека поступить Так или иначе То есть когда я был молодой Некоторые поступки Других людей Я как бы порицал А потом когда Более опыта Приобрел Я думаю Нельзя по поступкам Судить По делам Нужно у человека Узнать А что заставило Поступить так Или иначе Поэтому Мудрые люди В ведах написания Они судят именно По отношению К человеку К своему поступку И на нашу карму Влияет не дело А отношение К этому делу Точно так же и Боги То есть служители Кармы Они точно так же Рассуждают Не что человек совершил А как он отнесся Потому что Его поступки Все были запрограммированы И мы не можем Изменить свои поступки А вот о своем отношении Мы имеем Полная воля Мы можем так или иначе К своему поступку Относиться Поэтому Для меня важнее Как человек Относится К своему поступку Какая мотивация Для меня Вот это важно Вопрос от Сергея Евсюкова Кому из служебных духов Можно обратиться Чтобы допустим Защитить дом от воров Во время отсутствия И как это сделать правильно Или это не в их компетенции Почему Есть служебные духи Которые обеспечивают И домовые обеспечивают Там и синики И виники И губники И огородники И домовые Можно там С помощью программирования Там Каждый стоп на заборе Запрограммировать Так что там Не смогут там Воры через него Перелез Способов много Всяких разных Вопрос от Петровича Вопрос по Египту По преданиям Египет основали Семь богов с севера Или что-то в этом роде Тем не менее Ярко прослеживается След рептилоидов Например В формах черепов И символики Так как оно есть Ну гибридов очень много И сейчас опыты По скрещению людей Там и рептилии Проводятся То есть Они же давно Как бы тут присутствуют Так что Не исключено Те факты Которые нам попадаются Это действительно Являются гибридами На самом деле Их довольно много Вопрос от Гурина Александра Знает ли видобор коны По которым создаётся знание Если знает То пусть их озвучит Ну Мы уже говорили Что является знанием Это 21 пункт То есть скромность Смирение Отказ от насилия Терпимость Ну и так далее Перечисляется 21 пункт И пишется что это всё Является знанием А всё что помимо этого Есть невежество Так что чётко понятно Что является знание Что такое информация Ведок всё об этом Говорится Вопрос от Гурина Александра Знает ли ли Тогор три образа Переведённых в символы Описывающих устройство Материального мира Если знает То пусть озвучит Я не понимаю О чём речь идёт Есть понятие там Яв на вправь То есть В нашей традиции А что здесь Под вопросом Непонятно И ещё один вопрос От него же Как создаётся правда В нашем понимании И как создаётся ложь Да это разные причины Может быть Нам не важно Наши предки дали хороший совет Нужно быть пчёлами А не мухами Что там копаться В разном там Дерьме С этой ложью разбираться Это тёмное Специально нам подкидывают Всякую дрянь Чтобы мы копались В этом навозе А нам боги заповедовали Нужно быть пчёлами То есть нужно сейчас Заговорить о том Что нам идёт на пользу А не то что там Нас разрушает Сейчас многие там Политические Ну основная масса сейчас Общественных лидеров Они как раз стоят на этой позиции Они говорят Вот это плохо Вот это плохо И мало кто говорит А как нужно делать Чтобы было хорошо Поэтому нужно как бы Разбираться не с теми вопросами А что нам плохо А нужно разобраться А чего нам будет хорошо То есть нам вот это Нужна сила А расправиться Как ложь появляется Там Ну это Меня это мало интересует Тысячу вариантов Это может быть И жизнь И время тратить На то разбираться Как вот эта дрянь появляется Что это мне даст Мало что даст Хотя врагов Нужно знать в лицо Но гораздо важнее Использовать опыт предков То есть собирать нектар То есть говорить о том А что нам необходимо Чтобы выжить Лучше силы Время на это направить А у нас Борется против Кого-то А кто не борется За что-то Мало таких А нужно сейчас Позиции менять Вопрос от Джареда Лето Здравствуйте Алексей Васильевич Ответьте пожалуйста На несколько вопросов Первый У меня есть Такая проблема Уже несколько лет Вторичный хронический Пиелонеприс Вопросы 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 Махшивая Третий вопрос Вопросы 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 соответственно нет иммунитета к ней никогда не болела этой болезни сейчас планируем ребенка гинеколог сказала что обязательно нужно делать прививку что посоветуете никаких прививок ни в коем случае нельзя делать ни под каким предлогом вопрос от александра кузнецова видагор здравия в рамаяне описываются события войны девов чандра ванши то есть лунная династия с ракшисами ты утверждает что это чужеземные твари захватчики а в видеозаписях некоторых людей также в глубинной книге владимира пятибрат и книгах владимира шамшука говорится обратное что и много лет их сейчас перевернута снов на голову ракшисы этой русы а чандра ванша это захватчики с луны на самом деле космоса населен всеразличными видами существами со многими мы воюем со многими дружим и в разные времена по-разному а то что конечно все извращается со времени это действительно так нужно конкретным случаем разбираться именно о ком идет речь а профанации конечно очень много но и существ очень много и поэтому разделять только там на людей на там рептили это слишком примитивно будь добр подскажи толкование слова бог господь пан очень противоречивые мнения у писателей на этот счет кто-то их приписывает к диаболам ведь рога и копыта всегда на руси были признакам нечистой силы кто-то к всевышним но опять же нужно подразумевать но бог просто подразумевается богатый тот кто имеет какое-либо богатство богатство может быть различная господь это ну как бы тот кто но владыка короба это корова там тот кто имеет много коров тот и господствует там а папа пан но описывает лапа на и у нас по нове были люди также паны были существа типа фауна там сатиров их тоже по нами там называли ну или подобных существ они они до сих пор обитают у нас на земле вернее под землей то есть существ очень много всяких разных даже в мире яви и тут нужно разбираться что подразумевать под конкретным словом хотя этих сущных сущностей всяких много возможно ли в городских условиях раскрыть способности связаться с предками но если сил достаточно то наверно можно хотя это очень неблагоприятное место помоги разобраться со словом тартария словаре кочергеной тар звезда лодка корабль тари перевезенные переправившиеся спасшиеся я и а на языке давана давана горе который который читаем справа налево которые переправили спаслись кораблем звездой другой автор объясняет что тартар это место куда боги отправили наших предков титанов исполинов и они до сих пор живут под землей верхнем и нижнем тартаре и по славян арийским ведом название пошло от богов тарха и тары где правда на самом деле так как у нас каждое слово имеет до 50 значений то в различных ситуациях нужно именно читать так или иначе то есть смысл всего но этого слова а так все переводы правильные то есть нужно просто знать а что автор и и имел ввиду но так как у нас ум примитивный только мы можем там несколько значений вычислить а наши предки они весь комплекс это сразу воспринимали но сейчас если человек воспринимает там 20 то это считается великий мудрец на на земле а это все равно недостаточно в полной мере сказать а как правильно для меня все правильно это правильное это правильно что такое микробы это микророботы самонаводящиеся и саморазмножающиеся микромашины созданные для различных целей в первую очередь для порабощения и управления нами если доказательство что у них есть мотор ротор лопасти то есть по типу подводной лодки но они тоже всякие разные из все это контролируется нашими богами и предками на самом деле все это наши помощники которые нас охраняют защищают оберегают и обучают то есть это суде сделано ради нашего благо шестой вопрос близки ли язык дева нагаре и все я светная грамота на все это родственно да седьмой вопрос знаком ли ты с и неологией виктора рогожкина заранее благодарю за поверхностно вопрос от владимира токарева здравия видобор ответьте пожалуйста на несколько вопросов первый на одной из лекций вы чихнули затмут при этом нос и после произнесли фразу правильно говорю откуда это вообще почему в народе говорят что если чихнул то значит говорит говоришь правду в этот момент и почему нельзя нару наружу вычихать а надо затыкать нос да просто в обществе неприлично на кого-то там с рюнями брызать поэтому я просто поскромничал конечно это вредно очень если чихнуть хочется нужно чихать но когда в обществе находишься то это просто считается неприличным а это просто так как бы примета такая что если человек чихнул ну как бы подтверждение всего этого хотя какое-то рациональное зерно в этом есть там но это совсем не обязательно второй вопрос почему в народе существует такое понятие как царствие ему небесное когда вспоминаешь о своем умершем предке обязательно при каждом воспоминании это говорить и зачем и что это дает связь с предками третий вопрос видокор я знаком со многими протестантами из них многие говорят на иных языках как они утверждают ты говоришь что это язык всего человечества язык телепатии а тогда на чем говорят эти протестанты ты знаком с этим явлением что это я лично говорил с таким он утверждает что это крещение огнем к ламе само собой возникает какая-то фраза которую он запоминает уже навсегда она не заученная и абсолютно никому неизвестными перевода не поддается кто их крестит и что это такое но мы знаем что все религии они метка хозяина то есть это какой-то или бог или демон который ловит для себя душа это одна из мормышек если человек как бы попадает на это мормышку то все ему очень трудно соскочить его потом на кукан и и в садок просто людям ноги к я встречался которые говорят вот этим вот из протестантов там но это просто очередной кукан на которой люди попадаются то есть ничего хорошего это человеку не дает вопрос мой друг протестант христианин со стажем чтобы я не утверждал уворачивается всегда при помощи своего учения дело не в этом у него есть реальный практический опыт придя к богу у него улучшилась жизни просто все появилась семья дети машина квартира работа есть все такое ощущение что его точно вышвырнули со школы жизни но ну все у него замечательно ничего плохого не случается отчетливо видно что ему кто-то помогает во всем у него успех якобы благодаря иисусу с этим трудно спорить да и не вижу смысла вопрос кто ему помогает он клюнул на наживку и теперь в локе у бога какого-нибудь то есть продал душу или же не важно при помощи чего мы приходим к вере христианство в правильной форме также дает счастье истину и веру не но современные христианство это опять же религия на мало что общего с учением христа имеет они уже попали в аквариум где их там подкармливают где там искусственный кислород там водоросли им посадили улиток для очищения да им комфортно хорошо но при этом эволюция просто останавливается они не сумеют уже достичь и той цели ради которой они пришли сюда в этот материальный мир то есть им уже чтобы стать личностью нужно вырваться из этого садка они уже в этом садке находятся то есть это в блоке в локализованном пространстве за все нужно платить мы знаем что бесплатный сыр бывает только в мышеловке если ему кто-то помогает что-то делать что чем он будет платить в основном платят душу душой своей то есть попадая в эту локу служит тому господу которому все это обеспечиваю 5 вопрос вы говорили что старение это болезнь и что люди стареют когда делают что-то неправильно вопрос что вы делаете неправильно видагон вы за последние 10 лет очень сильно постарели визуально она старость наоборот хорошо старость это просветление на этот дряхлеют лучше так это сказать своими именами но приходится такой образ жизни вести то есть так как я воюю это нельзя сказать что это здоровый образ жизни то есть мне это крайне тяжело дается и организма естественно просто изнашивается в результате и на весах стоит или в пользу общество принести или пользу своему телу то есть мне совесть не позволяет обратиться больше к своему телу чем для блага общества поэтому мне приходится жертвовать своим здоровьем ради того чтобы другим помогать следующий вопрос видобор если хоть какие-нибудь способы уменьшения боли внизу живота примесячных знаю многие девушки мучаются очень сильно почему некоторые нормально переживают а некоторые аж трясет от боли и не знаешь что и делать чем помочь врачи говорят что пройдет все после родов советуйте пожалуйста чем можно помочь но если женщина делает позу тазовый порядок а ранее будет гораздо легче то есть если мы насчищая нас энергию посылаем именно на детородные органы то как бы все эти процессы проще проходит то есть нужно владеть именно асаной пранаямой владеть тогда это проще проходит хотя лучше овладеть настолько чтобы вообще не допускать месячной еще лучше будет следующий вопрос что делать если жена не хочет читать книги о контролировании своей половой энергии хочет жить так как все и рожать так как все никакие убеждения доказательств даже факты мнения ученых не пробивают ну просто никак терпеть это мой урок ведь я в ответе за тех кого приручил но если жена не хочет исполнять свои обязанности можно завести другую жену который согласится эти обязанности исполнять очень просто следующий вопрос я сам раньше очень увлекался протестантской церкви до этого считался православным христианином ушел от всего этого сразу как прослушал вашу лекцию но я всегда чувствовал что христианство как минимум примитивная религия мракобесия сразу убежал оттуда начал изучать наследие предков вопрос почему я так легко вырвался другим хоть что говорили бы их факты не видят почему как-то не получается мне меня завербовать какой опыт мне там был необходим или я как говорят мои крестьяне религиозная шлюха я просто еще отделяю зерна от плевел есть люди с открытым умом и если люди закрытым умом это связано с опытом предыдущих воплощений если человек какой-то опыт уже имел он способен воспринимать информацию анализировать и делать выводы люди которые только недавно пришли животного царства человеческое они лишены этой на способности то есть еще не надо на работали эти качества поэтому легко создать ментальное клише и за пределы этого клише они не способны вырваться ну то есть это как шоры на лошади вот надевают шоры на лошади и они не могут ни вправо ни влево смотри только прямо и большинство сейчас людей именно вот с такими шорами ходят то есть только видя то что у них перед носом по сторонам они не могут осматриваться и делать выводы тем более что направлено все на то чтобы мозги устроить так у человека чтобы было у него фрагментарное мышление то есть он как бы вот это знает вот это вот это знает а логическую цепочку объединить все такие факты они большинство людей не способны на это а тот кто способны он становится в обществе белой вороной поэтому все на него как бы плюются это естественно нормальный процесс последний вопрос я рекомендовал человеку болеющими болеющему раком груди метод бройса этот метод заключается в 40 дневном питании на соках на голодании вопрос может это закончится очень печально человек после трех инсультов постоянное давление боли он боится что голодание его убьет слышал еще ваш способ пропитание только грибами слышал способ питания витамином b17 содержащийся больше всего в косточках абрикоса говорил и про три уровня лечения но это только теория на практике все сложнее как помочь нужно индивидуально подходить что человеку больше подходит то есть если человеку подходит там какая-то диета значит вот эту диету и нужно использовать если ему это не идет то чё что насиловать организм если ему хорошо на сырых соках посидеть ну прекрасно хорошо а кому-то может это не идти кому-то проще поголодать то есть неважно главное чистить организм вывести шлаки из организма каким это способом достигается это уже дело десятое вопрос от александра черевко здравия и радости жене интересуют следующие вопросы 1 откуда в духовном мире вне времени и вне пространства появилась жеватма прежде всего решил сам узнать попробовал заглянуть в духовный мир увидел яркий громадный практически полупрозрачный но четкий замок вдали решил что наверное не то учитывая что жеватма я вне времени и вне пространства то посмотрел на то что вне времени вне пространства и увидел громадный столб света состоящий из мелких светящихся частиц но по отношению шар вселенной показался маленьким еле заметным шариком в этот момент у меня сложилось впечатление что духовный мир это как листочек на дереве или как детский садик которым малыши балуются играем в различные игры жеватма уже достигла бесконечных совершенств но насколько я увидел за духовным миром уже не детский садик а чуточку посерьезнее я почувствовал лишь три ступени видов существования жеватма более могучих и более масштабных чем духовный мир основной вопрос откуда в духовном мире появились жеватма да она никогда не появлялась никогда не исчезает за никогда не рождается это понятие вне времени не пространство поэтому что что ты там видел это не является еще духовным миром духовный мир это действительно там изначальный свет он действительно изначально потому что вне времени не пространство. А если с какие-то ступенечки, это уже пространство и время. Так что до духовного мира еще до Камчатки на четвереньках. Второй вопрос. Если раскрываются способности, стоит ли их использовать? И не будет ли это использование как круги вокруг столпа? Не будет ли останавливаться эволюция? Если были случаи, когда видел некоторых существ в НАВИ рано утром с просонью 5-сантиметрового жука, сидящего на бутылке с водой. И днем отчетливо боковым зрением жирную лярву, ползущую по потолку приблизительно со скоростью 5-10 сантиметров в секунду размером с небольшую тарелку. Можно ли считать, что у меня открылось ясное видение и стоит ли вообще тренировать его? Если эти существа не пугают и человек этически нравственно развитый. Видел ауру некоторых людей. Все остальные способности я практически не использую и не увлекаюсь ими. К примеру, были случаи, закрывая глаза мог увидеть фрагменты ситуации из прошлых жизней. Устройство людей очень отчетливо и прочее. Вопрос. Стоит ли пробовать вспоминать прошлые жизни? Не остановится ли от этого эволюция? Или оно само раз и все вспомнило? Наши предки хороший совет дали. Что приходит не отталкивая, что уходит не удерживая. Если это приходит, то это приходит как урок. Значит нужно через этот проходить. Если это ушло, значит ушло и ушло. Значит не нужно об этом сожалеть. Но если приходит возможность видения, то нужно к этому присматриваться, изучать. Если ушло, значит все, человек прошел какой-то урок, определенную ступеньку. Поэтому упорствовать в этом здорово не нужно. А то, что приходит, нельзя отталкивать. Третий вопрос. Стоит ли тренировать телепатию вообще какую-либо способность? Ну опять же нужно попробовать. Если получается, ну значит нужно этим заниматься. Если не получается, значит не надо. Но тренироваться нужно, конечно. Четвертый. Был случай, когда перед сном я увидел образ прекрасной девушки. В этот момент появилось ощущение полной внутренней гармонии и покоя. Заглянув ей в глаза, вспомнил, что это мой самый близкий, дорогой мне человек. Но там, где мы вместе жили, очень высокий уровень духовности. Показалось, что это мир славит. Это проявилось как кусочек памяти. С тем, как я пробовала вспоминать прошлые жизни, появилось ощущение, что все уже много раз прошло и очень скучал и грустил по своим близким из прошлых жизней. Хотя не до конца помню их. Ощущение лишь на внутреннем чувстве. Так эта девушка приходится мне моей второй половинкой настоящей или моей женой из прошлых жизней, которую я искренне любил. Так мы много раз уже воплощались, встречались и в разных формах. То есть это может быть и женой, может быть, может быть, матерью, может быть, отцом там, который уже в женском воплощении. То есть тот, та же Фатма, с которой мы имели какие-то очень близкие любовные взаимоотношения. Мы же должны любить своих родителей, своих детей должны любить. И вот эти вот привязки, как бы они кармически нас пристреливают много воплощений. То есть если мы любим, то мы встречаемся, любовь притягивает там. А формы взаимоотношений могут совершенно различные быть. Но может быть, это и вторая половинка, может быть, то есть это вторая половинка нашего я. Потому что тоже встречаемся, тоже притягиваемся. Так что это нужно разбираться. Кто это были? Друзья, родственники там. И вот еще спрашивается, или кто-то, кто пытается завербовать, заманив в локу? Ну это нужно смотреть. Если это насилие идет, привлекает к чему-либо, то может быть, это мормышкой быть. Если человек падает на эту мормышку, то могут эту мормышку использовать. Но чаще всего это просто близкие приходят. Любовь – это слишком сложная мормышка. Вопрос от Александра Черевком. С рождения моя Варна Ведун. В данный момент я подросток, абсолютно никому из моего окружения неизвестно, что я обладаю многими ситхами. Практически все проявились за последние два года. Можете посоветовать, по какой специальности искать себе высшее учебное заведение? Я живу в Украине. Чтобы себя реализовать, родители напористо вдалбливают, что нужно иметь высокооплачиваемую работу, чтобы прокормить семью. Посоветуйте, пожалуйста, самый оптимальный вариант. Благодарю за ответ. Если у человека склонность есть к самосовершенству, то лучше идти учиться у тех, кто действительно что-то знает. А в ВУЗах таких людей очень мало. То есть я считаю, что поступая в ВУЗ, то просто теряешь время. Ну и многие опасности подстерегают, так как можно там создать ментальный клише для себя, шоры надеть, и не видят то, что там действительно необходимо. То есть лучше учиться у тех, кто действительно что-то знает. И попытаться сначала по этому пути пойти. Последний вопрос. Мир Нави — это веер миров для полной эволюции, то есть прохождения всех ситуаций. Или нет? Так, переходя в Нави тело, мы переносим своё внимание в плоти тела из другой реальности. Но это не совсем верно, ведь Навь — это тонкоматериальное внимание, тонкоматериальный мир. Разъясните отличие переноса внимания в другие реальности и перенос в Нави тело. Когда у человека осознанный сон, то он в иной реальности, но в Навьем или плотском теле. Вопрос. Во сне я много раз бывал в похожих реальностях, иногда с небольшими, а иногда с большими отличиями от этой. Так это просто перенос сознание в другую реальность или в Навьи тело? Растолкуйте суть. В каждой параллельной реальности есть своё Я-Вье тело, есть своё Навьи тело. То есть это полноценная реальность. А внимание это мы просто переносим из одной реальности в другую. А там свои тела, свои оболочки. Там такой же набор, как и здесь абсолютно. То есть наша реальность, она ничем не хуже и не лучше других реальностей. То, что есть в нашей реальности, есть и в другой реальности. То же самое. Дополнительно. Нибиру можно наблюдать невооружённым глазом, как очень яркую звезду справа от созвездия Орион. С декабря 2011 года по март 2012 года её диаметр на фотографиях увеличился в 2,8 раз. Её яркость очень большая, тяжело не заметить. Проинформируйте, пожалуйста, где можно будет ознакомиться с ответом. Ну, я думаю, в интернете нужно покопаться. Я ещё сам в Яве не разобрался с этим вопросом. То есть у меня не было возможности просто понаблюдать. Вот сейчас я домой вернулся, а теперь, я думаю, будет у меня время заняться этим вопросом, чтобы действительно своими глазами всё это рассмотреть. если ещё телескоп сумею достать, тогда можно будет разобраться. Просто пока я путешествовал по другим городам, не было возможности этим заняться. Вопрос от Антона Смирнова. Как понять, в чём твоё предназначение в этом воплощении? Чему себя посвятить? По той цели, которую человек ставит для достижения в этом воплощении. То есть что он хочет? Ей спать, оборониться, совокупляться, тогда это уровень смерти. Если он хочет создать хорошую семью, там, хозяйство хорошее, тогда это весе. Если он хочет стражаться за справедливость, это витязь. Если его интересует только самосовершенствование, это в виду. То есть нужно поставить перед собой цель, и в соответствии с целью, значит, будут и обязанности у нас различные. Вопрос от Марка Нокса. В ожидании грядущих ответов, пожалуй, задам вопрос, которого почему-то избегает большинство. Но думаю, ответ на него также будет как минимум интересен большинству. Я на верном пути размышления, что поскольку наша Вселенная расположена в новой действительности, значит, существуют и другие новые действительности. Если это так, то все новые действительности возникли из старой или же одна вследствие и другой. Ну, в Ведах описывается, что таких Вселенных, как наша, очень много. И то наша Вселенная, она очень маленькая по сравнению с другими. Есть гораздо большие Вселенные. И время существования Вселенной в Ведах описывается, как это промежуток времени между выдохом и вдохом Махавишну. То есть там такой образ рисуется, что Махавишну лежит на водах причинного океана. Когда он выдыхает, то с каждой поры тела у него появляется как пузырек такой. Каждый пузырек это Вселенная. И как пена вокруг него появляется. Потом, когда он вдыхает, эти Вселенные всасываются в его тело и опять выдыхают. Вот вдох-выдох это вот просто существование, время существования нашей Вселенной. А Вселенных, таких действительностей очень много. Рассуждая Рассуждая далее, получается у каждой действительности есть собственный создатель, такой же как и Рамха? Нет, но есть как бы тот, кто создает этой Вселенной и тот, кто создает все, что внутри этого Вселенского яйца. Но каким образом сформировалась старая, самая первая и древняя действительность? Ведь из ничего появиться могло только ничего. кто или что послужило первой причиной ее возникновения? Ну, это все относится опять же к разряду отчинья, то, что не постигается умом и разом интеллекта, потому что это уходит корнями в Духовный мир, там где нет ни времени и ни пространства. А время и пространство оно как бы ограничено. И нельзя измерять категории пространства и временных координат именно то, что за этими понятиями находится. А Духовный мир как раз за этими понятиями. То есть это с помощью ума, разума, интеллекта не постигается. И последний вопрос в логической цепочке. Как возник создатель всех действительностей, то есть изначальный Бог? Ну, это опять же логическая, с помощью логики это не познается. Есть другие способы познания мира, кроме ума, разума, интеллекта. Вопрос от Руслана Гордиенко. Здравия, Ведогор. Вами было сказано, чтобы дотягивать до уровня смерда, нужно уметь правильно совокупляться. Первое. Совокупляться означает владеть своей половой энергией? Есть ли смысл человеку, который не умеет правильно совокупляться, соблюдать законы ритма? И как научиться правильно совокупляться, соблюдая законы ритма? Благодарство за ответы. Ну, по мере всего этому мы и обучаемся как раз. Все таки делают. На ошибках обычно и учатся. Вопрос от Александра Станишевского. Здравия, Алексей Васильевич. У меня к вам такой вопрос. Помогите, пожалуйста, определиться. Я живу в Мариуполе. Мариуполь занимает первое место в Украине по загрязненной экологии. Заводы, гиганты просто не дают дышать, убивают. В последнее время возникают мысли, что нужно уезжать. Но с другой стороны, что-то останавливает в сердце. В голове противоречат две пословицы. Где родился, там и пригодился. И если враг одолел, идите на новые земли, строить старую жизнь. Благодарю за внимание и возможности заведу. Жить на родине, родина, малая родина, это там, где родился, и сколько человек может за сутки пройти. Это где-то около 100 километров в радиусе. Если 100 километров от Мариуполя можно найти экологическое чистое место, то лучше туда переехать. И тогда человек все равно живет на малой родине. Вопрос от Ганна Петрова. А у меня такой вопрос. Тут недавно узнала, что если ты энергетически подпитал психически больного человека, который на грани смерти, то ты берешь на себя кармическую ответственность за все его дальнейшие дела и поступки. Так вот, есть ли какой-то способ, как отмазаться от этого? Хоть это и давно было, но ответственность за него до сих пор чувствую. Творит беды на каждом шагу. Вроде и урок извлекла, делать так больше никогда не буду, но все равно нет за это покоя. Вряд ли, конечно, есть какой-то способ, кроме как получать теперь, но все же, а вдруг благодарю заранее? Ну, если мы поступаем по совести, желаем действительно помочь человеку, если мы видим, что эта помощь пойдет на благо, то мы обязаны помочь. Если человек использует это время для того, чтобы упокаяться, изменить свое создание, тогда это овчинка стоит в выделке. А если мы оттягиваем момент смерти у человека, чтобы он еще больше нагрешил, тогда, конечно, это будет в невежестве помощь. Вопрос от Петровича. Кармическая одежда. Про животную еду понятно. Как сказывается ношение кожаных и мековых изделий? Это животное не зря прожило, что греет человека? Или человек носит на себе энергию трупа и способствует дальнейшему истреблению животных на одежду? Ну, я по себе знаю. Раньше я тоже, когда бросил охотой заниматься, думаю, ни чего от убитого животного использовать не буду. и в основном у нас что? Сейчас синтетика, а синтетика это гной земли. Я много лет ходил в этой одежде, в такой, а потом думаю, ну, что-то, что-то не то. Стоило взять кожаное изделие, совершенно я по-другому себя почувствовал. То есть, я лучше за эту овцу, дубленку я сейчас купил, хожу в дубленке зимой, так я лучше помолюсь за нее, чтобы у нее эволюция ускорилась, чем ходить в этом гной земли. Наши предки не были глупыми, они там в шкурах всегда ходили, используя как бы животных. Так лучше уж помолиться за это животное, чтобы ускорить эволюцию, чем добывать гной земли и потом вокруг себя это распространять. Это, я думаю, худшее зло. Еще один вопрос от Петровича. Очки. Польза вред ношения очков от Солнца для улучшения зрения. Глаза питают солнечные лучи, некоторые только ими и питаются. Очки ограничат получение этой энергии. А спасут ли, например, очки от темных, которые через глаза порчу могут навести? Или есть еще в ношении их плюсы? Ну, плюс единственный, например, солнцезащитные очки ношу для чего? Потому что, когда глаза устают от солнечного света, они требуют заботы о себе. Тогда мне приходится пользоваться очками именно солнцезащитными. То есть, зрение не так напрягается, не так устает. То есть, это же моя команда Жифатма, которая там управляет зрением, у них тоже есть свой ресурс. И чтобы им как-то помочь жить, вот для этого там можно использовать очки. А попробуйте без очков в горы пойти, где вечная снега. Вы просто ослепнете. То есть, начнется там снежная слепота, и человек на несколько дней просто перестает видеть. То есть, Жифатма, ответственное зазрение, перерабатывается и отказывается просто работать. Они бунтуют, просто они свой энергетический ресурс использовали. И чтобы им как-то помочь, тогда, да, имеет смысл какие-то защиты пользоваться. Шляпу одеть, дощечки с прорезьями сделать, когда некоторые народы используют. Это просто жалеть своих подданных нужно. Вопрос от Александра Шалесного. Здравия, видагор. Расскажи истолкуй, применялся ли мухомор в славянской традиции? Упоминается ли он в Святых Писаниях? И в каких целях? Прошу ответа. Думаю, что поможет мне разобраться в себе, так как этот гриб связан с моей прошлой жизнью. Ну, мухоморов очень много разных видов есть. Есть едобные, которые не являются ядовитыми галлюцогенными грибами. Но, скорее всего, тут подразумевается именно галлюцогенные мухоморы, с помощью которых можно там в НАФ попасть. Скорее всего, именно об этом вопрос. Значит, видо говорится, что, когда человек достиг уровня, что он создал семью, нарожал детей, вырастил до совершеннолетия и не собирается больше уже как бы детей рожать, но он настолько примитивен, что ни разу опыта иномирия, попадания в иномирие не имел, то тогда под надзором священнослужителей ему может даваться напиток типа сомы или сурицы, который ему помогает выйти в этот иномирный. И то это несколько раз допускается в особые моменты времени, на определенные праздники, тогда, да, как помощь. Это просто, как говорится, ежик-птица гордая, пока пендаля не дашь, не взлетит. Но в молодом возрасте, пока он не нарожал детей, это просто запрещено было это принимать. Следующий вопрос. Пару лет назад увидел у женщины опухоль на спине, и через некоторое время у меня самого вырос там жировик. Так же было в детстве, когда у человека увидел бородавки на ноге, у него пропали, а у меня появились. Хорошо, что сами сошли через некоторое время, а что делать с жировиком, не знаю, перепробовал несколько средств, все честно, тщетно. Помоги, благодарю. Ну, конечно, лучше не отождествляться с чужими болезнями, и переходя на сыроедение, все эти жировики будут рассасываться. То есть зарабатывается микрофлора, которая все вот эти вот, те, кто клетки бунтует, они их уничтожают. Вопрос от Ям Мискалита. Здравия! Вопрос о свадьбе, свадебных обрядах. Как наши предки праздновали свадьбу? Как это сделать правильно? Ну, на свадьбу собирались в основном родичи. Родичи, они были заинтересованы в том, чтобы воплотить своего самого лучшего, самого эволюционно развитого родича, чтобы он помогал всему роду. И когда молодожены шли проводить обряд вложения семени, то есть зачинали, то все родичи на свадьбе, они энергетически поддерживали молодоженов, в результате вскрывалась генная память у женщины, и воплощался именно первородный ребенок. В этом смысл свадьбы был. Если этого не делать, а собирать каких-то посторонних людей, которые не являются родственниками, ну, это просто глупость. То есть ничего хорошего этого не дает. А такой свадьбы только вред будет. Вопрос от Олеся А. Приветствую. Проектирую свой дом и узнал, что в индийских ведах есть васту. А в славянских ведах есть подобное? Подскажите, где взять? Благодарю. Ну, у нас есть понятие, как зодчество, то есть строительство. Васту, оно каким-то образом тоже связано, но с учетом, что это в южных регионах строится, и это нужно, как бы, учитывать. А рациональное зерно тоже там в нем заложено. Но мы все, наверное, на районе живем, поэтому тут можно противоположное все рассчитывать. Вопрос от Владимира Токарева. Здравия, Ведогор. Помоги разобраться в следующих вопросах. Первое. Хочу вывести из организма шлаки. Многие умы рекомендуют начинать с кишечника. Я слышал о таком методе, как проекшалан. Почитал. Нужна ли какая-нибудь техника безопасности в этом методе? А то ведь вся микрофлора выйдет из организма, как естественная, так и негативная. Просто показалось, что после такого очищения придется очень внимательно относиться к пище, так как термически обработанная пища и колбасы, и мясо могут выставить потом расстройство. Я просто не могу в городе питаться всегда экологически чистым продуктом. Современные врачи утверждают, что чистка солевым раствором приведет к водно-электролитным нарушениям плазмы крови. Снизится концентрация в крови калия и кальция. Они придумали свой метод. Кишечный лаваш. Примерно то же, что и проекшалана, только вода напитана микроэлементами и витаминами. Вот и не знаю, что и попробовать. Возможно ли проблемы после такой чистки? Ну, шанка-пракшалана как бы классика. На себе это использовал каждый год, там, раз в сезон или два раза в сезон чисткой занимался. Прекрасные, хорошие ощущения после этого. Чистка действительно там происходит. Кишечник очень хорошо промывается. А этот способ, ну, я не пробовал, так что ничего сказать не могу. Может быть, есть более эффективные способы, но я это не знаю. Ведогор. Есть такая, наверное, национальная беда, такая же, как алкоголь и табак. Это анонизм. Только почему-то обо всем, об этом совсем не принято говорить. Всех, кого я знаю из мужчин, делали это в самых малых лет и продолжают делать и довольно часто. Отсюда у меня пять подвопросов. Каким образом избавиться от этой проблемы или даже зависимости? Каким образом не допускать мысли о похоти? Давайте хотя бы вот так. Ну, по большому счету, если бы у нас был в сохранности рода племенной строй, тогда бы этих проблем бы точно не было. Сейчас специально наши враги опускают наше сознание ниже пояса. То есть, запретный плод сладок. Если раньше дети с детства воспитывались, как сейчас нудисты и натуристы используют, то тогда просто похоть не было проблемой. Это сейчас у современной молодежи, у них это сознание приопущено. Это сделано искусственно, злонамеренно. Когда у нас были раньше общие бани были, дети, он с детства, он, раньше, более взрослые люди помнят даже детские лагеря, например, Артек там. Там детишки голые в море купались. Даже в документальных фильмах все это показано. Потом, со временем, это все было запрещено. То есть, еще до вопроса, а кому это выгодно? То есть, наши обыденные вещи сделать запретными. Именно для того, чтобы запретный плод сладок, чтобы опустить туда внимание. Если мы восстановим родоплеменной строй и будем детей воспитывать правильно, то у них сознание не будет опускаться. То есть, это говорится, что приводится пример. Купались три девушки обнаженными в озеро. Когда вышли на берег, то из кустов мужик выходит и одна лона закрыла, другая персия, третье лицо. И вот мудрецы спрашивают, кто более целомудренный из этих девушек. И все делают выводы, что более целомудрена та, что закрыла лицо. Потому что самое интимное место у женщин это глаза. Глаза это зеркало души. А все остальное оно как бы непривлекательное. Если детей с детства воспитывать в этой традиции, у нас же совсем недавно были общие городские бани. В селе так это до сих пор как бы и взрослые, и дети купаются как бы вместе. Вот я помню еще в детстве были, были, ну как бы несколько семей вместе, даже они не родственники, а собирались, и все там и мужчины, и женщины, и дети все в одной бане мылись, потому что это экономически было выгодно. То есть, это как бы в традиции все это было. Все это было естественно. И дети воспитываются в такой традиции, они тогда не заинтересованы уже, не зациклены на гениталиях. И тогда проблемы анонизма там ни у мальчиков, ни у девочек просто не будет. Потому что я вот разговаривал с теми детьми, которые были выращены в этой традиции, они говорят, нам не интересно, что там у девочки под юбкой, или что там у мальчика в штанах. Нам интересуют глаза. И тогда проблему уже мастурбации, что у мальчиков, что у девочек просто не будет. Потому что сознание будет более высоко приподнятно. То есть, единственный выход это сейчас восстановление родоплеменного строя. Тогда это в коренной все это будет изменено. Ну, а в наших условиях это нужно поменьше просто смотреть там эротических фильмов, поменьше сладкого есть, острого есть. ну и ситхасану выполнять. Тогда энергия будет подниматься на более верхние центры и нижние центры они будут уже возбуждены, у мальчиков не будет сперма вырабатываться и тогда эта проблема просто исчезнет. Но это как бы нужно родопременной строй восстановить. Тогда тогда это точно проблема исчезнет. Следующий вопрос. Мои доводы никакой силы не имеют. Друзья утверждают, что наоборот все возобновляется и никаких упадков сил не наблюдается и что это только на пользу. Какие реально могут быть проблемы у мужчин постоянно и давно занимающимся этим? Они просто быстрее будут дряхлеть. То есть теряя энергию просто так мы кормим ляров и в результате просто семя по химическому составу это как спиной мозг. То есть теряя семя мы теряем мозги. Мы не можем эволюционно развиваться в результате. быстро дряхлеем и погибаем. Как это влияет на зачатие детей? Ну если силы нет, шакти не накапливаются, значит дети слабенькие будут и в здоровье, и в умственных отношениях, и по карме. То есть никакой пользы от этого точно нет. Какие кармические последствия могут быть от постоянного просмотра просмотра порнографии, ну и соответственно потери семени? Ну мы уже говорили, что теряются годы жизни и умственные способности. То есть один раз потерял семя, это чтобы создать семя, это требуется энергии, сколько мы тратим на один год жизни. Вот сколько нам энергии нужно, чтобы прожить полноценно год. Вот столько энергии нужно потратить, чтобы создать это семя, которое за один раз теряется. То есть потерял семя, это год жизни списал, потерял, год жизни списал. Если наши бредки жили там десятки тысяч лет, то сейчас в результате до сотни не дотягиваются. Почему? В основном как раз потому, что мы неправильно половой энергией пользуемся. Третий вопрос. Витогор, как ты относишься к таким высказываниям, как собой необходимо определять действительность? То есть как бы в человеке есть все и никуда не надо ходить, правду определять собой и живи так, как чувствуешь. Но нужно следовать своему уроку. То есть весь наш урок и все уроки все уже расписаны. Поэтому если мы будем четко концентрироваться на своих уроках, тогда эволюция полным ходом будет идти. А если мы будем что-то искать в свои какие-то уроки, ну тогда эволюция просто будет задерживаться. можно к следующему вопросу вернуться? Просто вопрос возник. Мы говорили о семени, о мужском проявлении. Есть женские проявления? Что у женщины происходит на этом семе? Субы какие-то сосуды? Не знаю, что происходит. Ну то же самое. Она теряет секреции жидкости теряет. Хотя это меньше энергии она теряет при этом. Но при этом она может притянуть действительно инкубов. Это мужчины с суккубов притяют, а женщины инкубов. Это те же демонические существа, которые питаются энергией. В данном случае это энергия похоти. И они могут просто женщин скачивать энергетически. При этом она тоже дряхлеть будет очень быстро. Следующий вопрос. Ведогор, не подскажешь в чем может быть причина боязни своих органов? То есть если я вижу иголку венит или внутренности аж дрожь берет и как бы выворачивает. Когда бывает слышу свои удары сердца, то не по себе. Даже представить трудно свои органы сразу как-то жутко становится. Трудно описать ощущение, просто если переношу внимание на какой-нибудь орган или просто представляю его, становится жутко не по себе. Заранее премного благодариен. Человек боится в основном неизвестности. Если мы это изучим хорошенечко, практически столкнемся с этим, то все эти страхи исчезают. Вопрос от Виктории Копытовой. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как можно вылечить атопический дерматит у малыша одного года жизни? Уж и так едим кашу на воде до супы овощные. Может, есть какой-то старинный рецепт? И вот еще какой вопрос. Малыш очень сильно плачет. Ночью если просыпается, то сразу в плач и может даже до истерики себя довести. Нам уже таблетки прописали успокаивающие, но просто сам факт не здоровый какой-то. Ну, в основном это кожа связана с кишечником. Если кишечник неправильно работает, значит и кожа будет плохая. В основном это связано с пищей и с водой. То есть в идеале это, конечно, когда родители будут сыроидным заниматься, все через молоко это переходит и к ребенку, ну и очень важная вода, которую вовнутрь мы принимаем, и которую мы умываемся. То есть это в чистом месте желательно жить, тогда это все уходит. А жить где-то в городе, питаться какой-то дрянью и получать здоровье, это крайне мудрено. Вопрос от Борина Александра. Если великий предок воплотится в нынешнее время и будет говорить правду, не считая ни разу вер, то нужно ли его слушать и считать сказанное им здравомыслием? Здравомыслием это три критерия истины. Это и личный опыт, и мнение предков, и мнение компетентных людей. Если человек свой опыт соединяет с опытом предков и с мнением компетентных людей, только тогда его можно назвать здравомыслищим человеком. А если он просто говорит, что я имею такой опыт, но это не подтверждается ни опытом предков, ни компетентными людьми, ну значит просто это самомнение. Хотя не исключено, что это действительно реальный опыт, но чтобы это действительно подстраховать себя, этот человек должен проверить то, что это предки нам говорили по этому вопросу, это в ведах все описано, и то, что другие люди. Если все это совпадает, значит тогда это и здравомыслие. Вопрос от Любомира Павлова. Если все деяния существ известны наперед, то зачем думать, как поступать, ибо все варианты я пройду в параллельных мирах, значит необдуманное действие есть наибольшее благо для меня. Нет, потому что мы уже говорили много раз о том, что влияет на нашу судьбу это не наш поступок, а о том, как мы относимся. И если это анализом не заниматься, как в той или иной ситуации нужно правильно поступить, то тогда и опыта не будет. Поэтому главное отношение к нашим поступкам. А до этого анализ должен быть. Вопрос от Сергея Богачева. На подвеске великого командора древнего и принятого шотландского устава вверху видна девятиконечная звезда. Что она означает у масонов? Это у них нужно спрашивать, я точно не знаю. Вопрос от Павла Данцева. Здравствуйте, хотелось бы узнать мнение Ведогора про Михаила Радугу. Стоит ли доверять ему и использовать его технику новичку? Это про осознанное следение. Я не знаком с этой техникой, ничего не мало скажу. Вопрос от Александра Черевко. Если человек профессионально занимается спортом, плаванием, более десяти лет и переходит на безмясную пищу, но интенсивно продолжает тренировки и ест к ворог, то не повлияет ли отказ от мяса на мышечную массу, необходимую для силы, выносливости, выдержки и прочего. Мышцы в этом виде спорта и так накачиваются от большой постоянной физической нагрузки. Хочет того или нет спортсмен и какую пищу желательно кушать для полноценного развития мышечной массы? Где-то в середине 80-х годов был такой журнал физкультура и спорт. В 86-м году в двух номерах были опубликованы результаты по исследованию. То есть ученые перестали спортсменам давать мясо рыбу и яйца и посмотрели на результаты. И так был вывод крупными буквами там напечатан. Миф номер один, что мясо способствует силе и выносливости. Оказалось, что при такой безмясной диете сила на некоторых упражнениях у спортсмена возросла до 25%, а выносливость на некоторых упражнениях до 50%. Это вывод был официальным ученых был сделан. Именно на опыте спортсменов разных. Вопрос от Рината Айзитулина. Здравия, Ведогор. Что происходит с душами самоубийц? И как помочь родичам самоубийцам? Если можно, поподробнее заранее благодарен. самоубийцам считается тяжким грехом лишь только в том случае, если самоубийца разуверился в жизни, разочаровался в жизни, и вот в таком состоянии, если он допускает убийство, то он попадает в очень низкие миры, где долго-долго-долго будет все это переосмысливать. То есть, ну не хочешь самосовершенствовать, ну пожалуйста, вот тебе мир, где ты можешь сидеть, ничем не совершенствоваться, как цветок в проруби телепаса много-много веков. Вопрос от Александра Черевко. Чем отличаются малые маятниковые периоды поочередного время невежества и ведения в периодах полных юг? К примеру, в Сатье-юге такие же периоды этих малых калий и Сатье-юг, продолжительность которых немного тысяч лет. Если так, то и в полной Сатье-юге люди бывают в неведении. Таким образом, полная калий и Сатье-юга не отличаются. Разъясни особенности этих периодов и включая малые периоды юг. Благодарю за ответ. Все эти ритмы космические связаны с тем, насколько наша планета удаляется или приближается к центру Вселенной. И если разобраться, то графики даже в плоскости нельзя построить, потому что траектория движения нашей планеты относительно центра Вселенной очень сложной. К примеру, наша планета вращается вокруг Солнца, Солнце вращается вокруг центра галактики, галактика вращается вокруг центра мета-галактики, сама галактика вращается вокруг центра своего центра и относительно центра Вселенной. И поэтому графики очень сложные движения. И один график не противоречит другому, а просто дополняет. То есть если в плоскости рисовать, то синусоиды подъема и спада духовности есть большие, есть там маленькие, есть там еще мельче, есть еще мельче. Поэтому тут нужно просто учитывать, что ближайшие 10 тысяч лет, как бы все школы горят, будет улучшение, а потом будет еще больше удаление. Но это все опять же не очень сложные графики. Вопрос от Александра Черевко. Нет, это мы просто чувствуем опеку дивы его тела. Его как называют, как ангел-хранитель, как добрый дядюшка, который там нас защищает в русских народных сказках. А на самом деле перенос сознания можно считать в полной мере только тогда, когда мы себя ощущаем вот этим дивьим телом. То есть я могу ощущать себя в этом теле, а точно так же можно ощущать себя в дивьем теле. То есть его использовать просто как инструмент. Вот тогда это действительно перенос сознания в дивьем теле. Но перед этим сначала мы встречаемся и многие воспринимают свое дивье тело просто как какое-то божество. Относятся к нему как божество там. Потом в конце концов, если человек медитативной практикой занимается, то когда ресурсы навьего тела, клубьего и колобьего тела заканчиваются, а человек хочет получить гораздо большего, вот тогда происходит отрыв и сознание переносится в дивье тела. И оказывается, что ты можешь пользоваться и вот этим телом дивьем. Только тогда реальный перенос внимания произойдет. Верно ли я понял, что перенос в колобье тела – это видеть происходящее из любой точки, в клубье. А в колобье – возможность видеть насквозь предметы. В дивье – оказаться в мире славе. В навье – осознанный сон. В осознанных снах я был в похожих, но чуть отличных от этих мирах. Да, так в основном правильно. Это я бываю в наве или переношу внимание в параллельные миры, в яве тела? Скорее всего, в навье тело. Еще один вопрос от Александра Черевко. Расскажите о технике безопасности работы с зеркалами. Бывало, что в зеркале видел отражение своей ауры. Правда, иногда бывает ощущение, что это не я в отражении. Ну, с зеркалами вообще очень опасно работать. Лучше вообще пока этим не заниматься, если нет такой насущной потребности в этом. А так лучше, если с зеркалами будете работать, то лучше не выстраивать астральный коридор. Это когда зеркало напротив зеркала становится, и между ними свечки выстраивается, и бесконечный коридор. Вот туда-туда могут вылезти все, что угодно. В основном это недоброжелательные такие существа, которые могут только навредить. Дополнительный вопрос, Алексей Васильевич. Совершенно случайно мы в одной социальной сети столкнулись с такой фишкой. Оказывается, есть категории, ну, наверное, групп, можно сказать, сексуально озабоченных людей, которые ставят тантру номер один. Вот есть тантра именно в сексуальном понимании. А все духовное, то есть все духовные писания, это второстепенное. Йога и совершенство в любом действии. То есть нормальный йог, он должен тантры овладеть на 100%. Но это не на уровне похоти, а на уровне, во-первых, взаимоотношений, как ян и энергии, но и для создания добротетельного потомства, а не для чувства наслаждения, как эти современные тантристы. Ну, там приводится фотография одного кого-то гуруджи, мирового масштаба, ему там под 70 лет, ну, и говорит, что он там супермногого достиг. Я не знаю, что девушки достигли, которых он использует, но куда перевоплотиться потом такой человек, который использует молоденьких девушек для того, чтобы, видимо, получиться... Ну, в Ведах описывается, что в тело собаки. То есть конкретно, да? То есть, если используются гениталии для чувственного наслаждения, то Веда говорится, что тело человека не предназначено, чтобы получать этот урок. Этот урок, безусловно, необходим. То есть урок сексуальных взаимоотношений, он необходим. Но гораздо проще получить это в теле собаки.